Русские люди И возвращаясь к статистике, я хотел бы уточнить маленькую деталь. Дело в том, что у нас реальные денежные доходы в марте перестали падать, они снизились всего на 0,1%. Это связано с тем, что люди стали больше зарабатывать. Это связано с тем, что люди, лишаясь источников доходов, стали тратить свои сбережения, в том числе валютные. Когда вы свои деньги, которые у вас лежат в сберкассе или где-то еще на валютном счете, или под матрасом в долларах или в евро, несете и покупаете на них рубли, наша очаровательная, замечательная, рациональная и адекватная статистика фиксирует это как увеличение ваших доходов. Поэтому на самом деле эта статистика не должна вас вводить в заблуждение. Это отражение того, что народ начал проедать свои сбережения. Более интенсивно, чем раньше. А смотреть нужно на динамику розничной торговли, которая продолжила сокращение и сократилась в марте на 4%. Угрожает вкладам, с одной стороны, возможность банкротства банков. Я бы советовал перекладываться в государственные банки, несмотря на не очень хороший сервис и не очень хорошие условия. Во-вторых, угрожает рост цен, потому что если вы вложились там даже под 17% годовых в рублях, вы должны понимать, что по итогам года деньги обесценятся. Даже если инфляция официально будет нарисована 13%, реальный рост цен на те товары, которые вы покупаете, будет выше. С этим ничего поделать нельзя. Нужно исходить из того, что вы потеряете какую-то часть своих денег, зато сэкономите на валерьянке. И, естественно, никаких рублевых вкладов в долгосрочной перспективе. На 3 месяца можно. И то не страшновато. На 3 месяца можно. А все остальное только в валюте, потому что... Доллары, евро... На самом деле, деньги должны быть ликвидны. Вклад должен быть ликвидным. Это деньги, которые вам могут в любой момент понадобиться. Если у вас будут фунты стерлингов лежать под подушкой или на счету, Совсем не факт, что вы сможете их из-под подушки быстро поменять, а со счета вас могут взять в очень большую комиссию. И далеко не все. Я предпочитаю евро в долгосрочной перспективе, в краткосрочной, пока доллар чувствует себя лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!